Гипнотерапия. Дэйв Элман. Глава 14. Сомнобулизм и соединение внушений. Продолжение. Страница 119. Гипноз в том, что тысячи и тысячи людей с добрыми намерениями изучали гипноз снаружи внутрь, вместо того, чтобы посмотреть изнутри наружу. Когда вы смотрите на гипноз изнутри наружу, вы знаете, что происходит, и вы теряете страх перед этим. Вот почему я люблю, когда доктор знает, что он собирается делать со своим пациентом. Я хочу, чтобы он знал, о чем его пациент думает и что чувствует. И когда проводится гипнотическая анестезия, как мало он ощущает. Я хочу, чтобы мои доктора ощутили анестезию, ставшую возможной благодаря соединению внушений и то, как прекрасно она развивается. Практикуя это, держите в голове, что вы можете столкнуться с фиктивным сомнобулизмом, с которым практически невозможно работать. Все, что вы получили, это поверхностный гипноз. Сейчас посмотрите метод перевода фиктивного сомнобулизма в истинный сомнобулизм. Открываются скобки доктору, выступающему в качестве пациента, который прежде не смог достичь истинного сомнобулизма. Закрывается скобка. Я собираюсь поднять вашу руку, и когда я брошу ее, свет исчезнет, и все числа уйдут. Все числа ушли, пациент. Да. Элман, почему у него не получилось до этого, и почему ему удалось в этот раз? Он слишком старался помочь и боялся, что не может сделать этого. Он настолько волновался, что не следовал инструкциям, и поэтому недостаточно расслабился. Он сам расскажет вам о причинах происшедшего. В скобках доктору. Можете ли вы мне сказать, в чем разница между тем, как вы были расслаблены сейчас и были расслаблены до этого? Пациент. Да. Элман, в скобках доктора. Позвольте мне снова показать вам технику, которую я использую, когда числа не исчезают. Я поднимаю его руку и говорю. Когда я брошу вашу руку, свет исчезнет, и вы не будете видеть больше никаких цифр. Вот и все. Свет исчез, и все числа ушли. Вот так вы меняете фиктивный сомнобулизм на истинный. В соединяющейся анестезии вам нужно начинать с маленькой анестезии. Но если вы спросите пациента, что он ощущает после того, как вы дали внушение на анестезию, и он говорит, невелика разница, и затем вы соединяете, вы можете продолжать соединять до скончания времен, но ничто равно ничему. Для соединения в большую анестезию у него обязательно должна быть маленькая. Этот доктор в данном случае столкнулся с некоторыми затруднениями с пациентом в соединении анестезии. Пациент ведет себя так, словно особо ничего не происходит, но я убежден, что у него есть достаточная анестезия, и я бы предложил его протестировать. Проведите ему мягкий стоматологический тест для начала, чтобы удостовериться, что у него есть анестезия. В скобках проводится стоматологический тест. Пациент, я проверял несколько секунд, что вы чувствовали. Пациент, я с трудом что-либо чувствовал, но я знал, что вы там работали. Доктор, я разрушал ткань. Пациент, я не знал этого. Я ничего не чувствовал. Я не думал, что у меня есть анестезия, потому что я думал, что когда челюсть обезболена, это просто ощущается холодом. Я не чувствовал так, как я думал, что это будет. Я ничего не чувствовал. Хотя я мог бы сказать, что под конец вы надавливали сильнее, чем в начале. Но это никак и не беспокоило. Элман. Когда вы меняете фиктивный сомнобулизм на истинный, вы можете заметить способ, с помощью которого человек больше расслабляется по мере того, как развивается истинное состояние. Существует огромная разница. Пациенты описывают эту разницу, как чувство большой удовлетворенности. Нет никаких противоречий, когда числа исчезают. В сомнобулизме внушения становятся чрезвычайно более эффективными и можно давать больше различных внушений. Пациента в истинном сомнобулизме почти полностью не критичен к внушениям, которые даются по мере его возможностей и потребностей. Он старается принять их. В поверхностном состоянии гипноза кажется, что пациент говорит доктору «Я надеюсь, что это работает». Однако, как только он входит в глубокое состояние, кажется, что отношение пациента становится «Я знаю, что это будет работать, это должно работать». Итак, это работает. «Я убежден, что если доктор может понять истинную причину того, почему люди принимают внушения лучше в сомнобулизме, он будет более искусен в гипнозе». Вот объяснение. вы уже знаете, что гипноз – это форма расслабления. По мере того, как пациент расслабляется все больше и больше, глубже и глубже, чувство эйфории вызывает чувство благополучия, удовлетворенности, которые пациент возможно раньше никогда не испытывал. по мере усиления этих чувств у него появляется сильное чувство уверенности в себе и в докторе. В этом эйфорическом состоянии пациенту кажется, что в мире все хорошо и возможно все, что угодно в пределах человеческого воображения. Поэтому он принимает за чистую монету без критики любое внушение, которое ему представляется разумным и приятным. Снова позвольте мне подчеркнуть, что в сомнобулизме вы не достигаете состояния подобного зомби. Пациент не теряет осознанности. Наоборот, он достигает осознанности. По оценкам разных авторитетных специалистов по гипнозу, в сомнобулизме осознанность пациента повышается на 2000%. возьмем иную леди, которая смогла увидеть себя снова учащейся ходить. ее осознанность должна очень сильно возрасти, чтобы сделать это. У меня достаточно надежная память, так что без помощи гипноза я могу подумать о том, что происходило, когда мне было три или четыре года, но когда я пытаюсь помнить что-то, что происходило, когда мне было год или меньше, я понимаю, что это невозможно. Когда осознанность достаточно усилена, я могу это сделать так же, как и вы. и вы очень ясно видите вещи, которые глубоко закопаны. Обратите внимание, что юная девушка на демонстрации могла сказать, что она была одета в желтое платье. Она могла сказать, что ее мама была одета в цветное ситцевое платье. Вообще говоря, она видела это все в цвете. Вы знаете, что вы должны сделать, чтобы достигнуть этого состояния. Будучи настолько продвинутыми, вы свободны от страха повторяющихся неудач или обмана фиктивным сомнобулизмом. Стремитесь достичь глубокого состояния в течение минуты. Но что вы делаете, когда вы встречаете сопротивление со стороны пациента, не пытайтесь индуцировать гипнотическое состояние. Поскольку гипноз это состояние разрешения. Нет смысла продолжать, когда есть сопротивление. в определенных случаях доктор может убрать сопротивление, сказав пациенту слишком плохо. Вы не хотите лечиться легким способом. Вам придется получать лечение трудным способом. Пациент обычно начинает извиняться, боится, что если лечение будет происходить трудным способом, то будет больно и будет пытаться сотрудничать. Когда сопротивление уходит, вы сможете добиться состояния у многих из этих трудных пациентов. Если пациент продолжает сопротивляться, прекратите попытки. Если кто-то берется со мной, борется со мной больше одной минуты, я останавливаюсь, отмечая для себя. Пациент кажется не понимает, что я хочу помочь ему. Если он не понимает, что я хочу ему помочь, ему придется проходить лечение трудным способом. Это благоразумный подход. даже в случаях родовспоможения. Если женщина не хочет сотрудничать в усилении и расслаблении для того, чтобы получить состояние, в котором возможны безболезненные роды, если она настаивает на чувствовании родов, позвольте ей их почувствовать. в этой позиции нет ничего грубого, потому что если вы позволите ей почувствовать одну или две схватки, она обычно говорит «О, доктор, помогите мне расслабиться», тогда вы обнаружите, что вы можете погрузить ее в состояние, несмотря на зажатость разума в такой момент, и помочь ей в ее дальнейшем пути. Тем не менее в тех редких случаях, когда пациенты продолжают выражать конфликт, сопротивление, борьбу, гипнозе мало пользы, потому что это состояние согласия. Не продолжайте игру с сопротивлением, вы обречены потерпеть неудачу. Прекратите попытки, используйте все виды помощи, которые вы всегда применяли для своих пациентов до того, как освоили гипноз. Работа с пациентом с широко открытыми глазами в глубоком гипнозе, кажется, относятся к тем вещам, которые большинство докторов полностью не понимают. Техника заключается в том, чтобы дать пациенту внушение, которое будет продолжать действовать при открытых глазах. Внушение на анестезию – это превосходный прием для сохранения продвижения гипноза. Это хороший медицинский метод, когда вы можете делать всю работу с широко открытыми глазами. Это техника, которая должна быть предпочтительна для многих людей. Вы можете отличить любителя от хорошего гипнотизера, обратив внимания, может ли он работать с пациентами с открытыми глазами. Если он это может, то он знает, что делает. Одно из преимуществ состояния с открытыми глазами следующее. Никто из вошедших в ваш кабинет не будет знать, что вы используете гипноз. Вы не будете беспокоиться из-за реакции кого-то, кто не имеет правильного представления о процессе. Запомните, это не то же самое, что гипонос на его. Это глубокий сомнобулизм с открытыми глазами. Совершенно другое состояние. Именно в этом состоянии с открытыми глазами вы можете сказать, я собираюсь перенести анестезию из этой руки в ту ногу. Вы можете сказать, я щелкну пальцами, и анестезия спрыгнет пальцы на ногах. Вы также заметите, что когда вы получаете это глубокое состояние, нет тенденции выйти из него, что бывает в поверхностном гипнозе. Пациент выйдет из него преждевременно только, если происходит что-то пугающее его, или если вы даете ему неверное внушение. Если вы говорите, это больно, разве нет? Он выскочит из гипноза. Не делайте этого. К этому моменту вы уже должны использовать правильную семантику. Сомнобулизм с открытыми глазами имеет и другие преимущества. Пациент может более полно сотрудничать с доктором, указывая проблемные зоны. очевидно, что офтальмологу это состояние нужно, так как он работает именно с глазами. Тот факт, что глаза могут оставаться открытыми, пока пациент находится в глубоком сомнобулизме, дает это состояние оптимальным для него. делает это состояние оптимальным для него. Другие медики и стоматологи находят это состояние предпочтительным, в состоянии со своими требованиями, в соответствии со своими требованиями. Доктор, который лечит пациентов в этом состоянии, выглядит со стороны как опытный практик по естественным причинам. При исследовании правильной техники пациент не понимает, что использовался гипноз. Он не испугает непосвященного, а возможно и предвзятого пациента. Если его спросить, то обычно он скажет, как я мог быть загипнотизирован, я был в курсе всего происходящего и наблюдал за всем лечением, которое проводил доктор. В действительности вы в курсе всего в гипнозе, в этом состоянии вы не спите, но многие люди игнорируют этот факт, так что нет возможности перепутать, будете уверены, что вы понимаете, что такое постгипнотическое внушение. Постгипнотическое внушение это внушение, которое дается пациенту, пока он в гипнозе, но оно вступает в силу после того, как пациент выведен из состояния. Если вы практиковали техники, описанные в этой книге, вы работали с постгипнотическими внушениями с самого начала. Когда вы даете внушение здоровья, это постгипнотическое внушение. Вы говорите, когда я скажу вам открыть глаза, вы будете чувствовать себя лучше, чем вы себя чувствовали в течение дня. вы постоянно работали с постгипнотическими внушениями, применяемыми в медицине и стоматологии. стоматологии. Продолжение следует...